Ты хочешь узнать, как ломаются ветки, ты хочешь узнать, как ломаются жизни. Текст песни одной из популярных рэп-групп России «Многоточие» лег в основу фильма «Ветки». Его снял чебоксарский режиссер. В кинотеатре «Волжский» состоялась его премьера. От наркотиков судьбы людей ломаются, словно ветки. Эта мысль красной нитью проходит весь фильм. По его сценарию главная героиня Даша рано выходит замуж. Муж девушки подсаживает ее на иглу. Поиск дозы становится для них единственной целью в жизни. Идеей создания фильма пришла режиссеру Владимиру Синяеву в октябре прошлого года. В октябре прошлого года, 2014, была очень ужасная статистика по курительным смесям в городе Чебоксары по спайсам. Более ста человек попало в наркологию, два покончили с летальным исходом. И наша студия «Спектр» как бы тоже не осталась равнодушным к этому вопросу. И мы создали и решили создавать вот такой фильм. Печально очень, что поставили ограничение 18+, для этого фильма. Этот фильм, в первую очередь, готовился для молодежи. Тут показывается, во что может превратиться жизнь, если начать употреблять наркотики. В съемках «Веток» приняли участие не только профессиональные актеры, но и люди, неравнодушные к проблеме потребления наркотиков. Например, маму Даши, которая попала в беду, сыграла воспитательницу детского сада. А роль кровожадного наркобарона исполнил президент Федерации тайского бокса «Чувашии». Этот фильм, на мой взгляд, очень сильно снят. И показывает, что конечный итог этого ждет печальный, кто будет заниматься этим делом. Это первый показ. И мы получили прокат удостоверения. Я надеюсь, что фильм будет показан по всей Чувашской республике. Вот, потому что он социальный. Нам помогает прокуратура, МВД. Мы с ним взаимодействуем. Я считаю, что фильм стоит показывать и даже, может быть, в школьных классах, где-нибудь, в актовых залах. Чтобы подчеркнуть его значимость. Во время съемок, рассказывают создатели фильма, сложилось такое ощущение, будто весь город поднялся на борьбу с наркотиками. И авторы надеются, что фильм «Ветки» заставит задуматься жителей Чувашии о вреде употребления отравляющих веществ. Кстати, в широкий прокат картина выйдет в начале следующего года. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика.